Ну что ж, начинаем потихоньку. Итак, зовут меня Нечаев Денис, и мы с вами собрались для того, чтобы поговорить про замечательный и очень удобный способ анимации объектов, который предлагает нас с вами продукт компании Maxon Cinema 4D, который называется обычно динамическая или физически достоверная анимация. Пара слов по самой программе и по курсу, который у нас специалистик по этой программе читается. Как правило, когда разговор идет про Cinema 4D, сразу обычно начинают сравнивать ее с другими программами, типа 3D Max, типа Maya, типа какой-нибудь Blender, который тоже на самом деле достаточно популярный, прежде всего из-за того, что он бесплатная программа. Но, тем не менее, если говорить про общие возможности всех программ, они в настоящее время у всех примерно одинаковые. Конечно, у каких-то программ больше удобных инструментов, у каких-то программ меньше удобных инструментов, нет каких-то определенных действий, которые, например, могут потребоваться в работе, но, тем не менее, все, что я могу сделать в 3D Max, фактически с точки зрения диаметрии, с точки зрения материала, с точки зрения освещения, я могу так или иначе сделать в Cinema 4D. Может, будет не всем удобно, но, тем не менее, результат у нас с вами будет получаться достаточно одинаково. Другое дело, что, конечно, отсутствие некоторых команд, сам процесс того же самого моделируемого Cinema делает немножко неудобно, но, в принципе, все примерно одинаково и все примерно в одном и том же. Из-за того, что в Max, например, есть RSama какие-то специализированные команды, позволяющие в отдельных ситуациях и Spline удобнее рисовать, и всякие замечательные модификаторы, которые позволяют с этим Spline все, что угодно делать, легко и просто. В Max, например, гораздо удобнее рисовать те же самые интерьеры, небер, структуру, то есть все, что касается интерьерной темы, в Max рисует совершенно замечательно. Все то, что на самом деле, конечно, можно будет делать и в Cinema, но чуть-чуть помедленнее, чуть менее удобно, но зато у Cinema есть свои определенные плюшки, которые позволяют создавать очень красивые анимационные эффекты. То, что то же самое 3D Max будет делать достаточно долго, муторно и сложно, в Cinema 4D это будет происходить буквально там двумя часами мышечки. У вас будет получаться красивый динамический эффект, связанный с появлением контекста на экране или там с рассыпанием какого-то логотипа замечательного. Поэтому курс у нас в специалисте, который посвящен CMH 3D, направлен на людей, которым нужна эта программа, не как продукт для построения каких-то серьезных, сложных, тяжелых целей. Хотя на самом деле такие вот вещи вы тоже будете отчасти учиться на этом курсе делать. Курс построен по принципу создания красивой, замечательной, быстро редактированной, высоздаваемой анимации, которая в дальнейшем будет вставлять ваши видеопроекты. То есть он будет ориентирован на людей, которым нужно будет свою видеографику, то есть сняли там на камеру какой-либо материал, в Adobe Premiere этот материал сомонтирует, получился фильм, в After Effects добавляет там какие-нибудь красивые эффекты и нужно будет все это разбавить каким-нибудь красивым трехмерием интересным. Соответственно, для этого CMH 3D подходит совершенно замечательно. Запускайте все просто. Одна из самых главных фишек CMH 4D по сравнению с другими программами, это возможность создавать очень интересную красивую анимацию гораздо проще и быстрее, чем другие программы. И поэтому как раз люди, которые занимаются тем, что обычно называется slow motion design, всегда нужно будет заставить какие-то объекты красиво по экрану двигаться, картинки, видео, текст. Как раз для таких задач CMH 3D подходит совершенно замечательно. И как раз упор на этот самый motion design, на взаимодействие CMH 4D с программами директирования и построен курс, который считается у нас непосредственно специалистом. Ну и очень важной частью CMH 4D, очень важной частью анимации CMH 4D является так называемая динамическая анимация, когда вы не руками создаете какие-то анимационные эффекты, а заставляете сам CMH 4D все эти вещи красиво просчитывать по каким-то законам физики. То есть нельзя называть анимацию CMH 4D, если объект у нас с вами будет падать на экране, он будет падать согласно закону тяготения, как у нас с вами все объекты реальной жизни падают. Соответственно, потому что сам принцип будет с вами падать и объекты непосредственно с CMH 4D. Все хорошо? Как копируется? Сколько уже? Нет, врет, врет, врет. Даже сейчас будет все быстрее. Ну и так же. Треть, треть, практически уже все готово. Ну отлично, каменный экран смотрите, пока что ничего не повторяйте. Да, коллеги, которые у нас по интернету занимаются, у нас здесь присутствуют почечные слушатели и, соответственно, они будут пытаться повторять все, что я делаю на экране, поэтому какие-то, возможно, у нас с вами паузы в разговоре, так что не пугайтесь, я здесь просто, возможно, буду к нашим почечным слушателям отходить. Итак, ничего пока что не повторяйте, просто каменный экран смотрите. Хочу делать совершенно простую коннимацию, прыгающий мячик, или там, например, мяч скачивающий, скачивающий, куда-то там скатывающийся. Соответственно, в качестве основного объекта делаем мы с вами plane, чуть-чуть побольше, шар, который, собственно, будет на самом скатываем. И, к большому счету, если нужно будет подобный эффект сделать непосредственно именно руками, то это не займет очень слишком много времени. Включим ключевую анимацию и просто объясняем, в 20-м кадре ты упал, в 35-м кадре подскочил вверх, в 50-м кадре снова упал. Ну и процесс повторять до тех пор, показывается колебаниями затухли, то есть руками подвигли, все отлично с вами будет получаться. Ну и вот только когда у нас с вами все это уже будет смотреться, анимация у нас с вами есть, все хорошо. Хорошо. Понятно, что она у нас выходит не совсем красивая, какие-то непонятные замедления, ускорения получаются. Изначально синим, когда делать анимацию и в нарушенном режиме, старается сделать ее как можно плавнее и аккуратнее. Но тоже, к большому счету, не очень большая проблема. Есть в нашем распоряжении достаточно большие графики, которые позволят в случае необходимости увидеть, каким образом у нас меняются скорости изменения координата и у нас с вами. И вот в момент, когда у нас ящик ударяется внизу, можно будет вместо вот такого плавного изгиба сделать, соответственно, изгиб более резкий. Опс, сори, моя ошибка, не снял отделение с точек. И когда у нас такая будет получаться более острый график в местах с ударения с нашей поверхностью, то у нас, соответственно, анимация будет получаться более естественная. Прыжок, прыжок. Не проскалит, а прыгает. Но есть таких объектов будет, например, 20 штук. Есть, например, эти объекты будут нас еще между собой сталкиваться. Мячики сталкивались, взлетелись. Руками все эти нюансы учесть просто нереально. Чтобы угол падения был равен углу отражения, чтобы все в нас с вами так красиво отлеталось, взлеталось реалистично. Такое сделать на самом деле не получится, в принципе, никогда руками. Поэтому в свое время придумали замечательный вариант анимации, который нас с вами предлагает возможность создания анимации, рассчитывающей свое движение непосредственно по определенным математическим формулам, которые, соответственно, будут позволять прочитать наше движение достоверно, физически, реалистично, с точки зрения нашей реальной физики. Это давайте мы с вами попробуем сделать уже вместе. Итак, у кого все уже скопировалось, на вашей сцене создаем наш первый объект, это наша обычная плоскость. На верхней панели инструмента увидите колонку в виде кубика, нажав на которую вам высветится перечень всех стандартных примитивов, которые есть по умолчанию в Cinema, и убираем, соответственно, обычный плейн. Что не так? Как только плейн у нас с вами будет сделан, вы увидите у осей этого плейна замечательные желтые точки, по крайней за которую можно будет наш плейн сделать больше, по длине и по ширине. Наша плота точно таким же образом можно будет сделать шар. И также его за вертикальную стрелку вверх подтащить. Это будет высота, с которой наш шар будет непосредственно падать вниз. Ну, это на самом деле было самое устройство, которое позволит просчитать анимацию совершенно корректно с точки зрения реальной физики. Все на самом деле будет получаться хорошо. Итак, смотрите, пожалуйста. У вас в обязательном порядке сбоку справа на экране будет находиться замечательный менеджер объектов, где у вас будут отображаться все имеющиеся на сцене объекты и все свойства объектов, которые уже применены и которые вы еще можете применить к вашим объектам. Наш мячик, он должен непосредственно прыгать, чтобы добавить как раз вот это вот правильное физическое свойство, которое заставит наш мяч вести себя верно с точки зрения физики. Добавлять подобные параметры очень просто. По нашему сферу, по нашему шару, щелком правой кнопкой мыши, и все вот эти дополнительные свойства, которые мы можем добавить нашим объектам Cinema, они называются словом tags, tag, ярлык. Соответственно, в списке этих ярлыков можно будет найти simulation tag по сфере правой кнопки мыши. У нас есть с вами список свойств физических, которые как раз отвечают за вот этот наш физический просчет simulation tags. И первая категория объектов, которые есть в распоряжении 7HTD, это объекты, которые обычно называются твердыми объектами или недеформированными объектами. По-английски они обзываются rigid body. Твердый объект – это что-то наподобие металлического шарика. Когда он падает на землю, он, естественно, деформируется, он может в зависимости от силы удара немножко наверх подскочить, но сам он форму не меняет. То есть все объекты, которые при взаимодействии с другими объектами никак не меняют свою форму, это у нас с вами наши объекты rigid body. Твердые объекты. Мячик нашу будет твердым объектом, поэтому мы с вами свойства rigid body добавляем в нашу объект. Любые объекты, которые должны падать под действием гравитации, которые должны друг от друга отталкиваться и при этом еще никак не меняют свою форму. Это объект, который называют rigid body. Как только вы добавили это свойство вашему шарику, у вас обязательно сбоку, справа от шарика появится такая иконка с несколькими нарисованными мелкими шариками с нацветками. Это как раз и есть иконка вот этого нашего добавленного свойства rigid body. И если вы по этой иконке щелкнете, сделаете ее активно, то чуть ниже в этом боковом окошке вы увидите много-много-много всяких свойств вот этого нашего физического параметра, который как раз будет определять, как и что у нас с этим шариком будет происходить. В разделе dynamic есть у нас с вами всякие разные параметры, которые позволят, например, заставить наш мячик изначально, как крутиться или как-то двигаться. То, что называется custom nishilosti. Мы про свойства, что попозже говорим. В свойствах collision задается всякие свойства, которые определяют параметры, подобные упругости нашего мяча, как он будет сильно отталкиваться. Например, в разделе collision можно будет найти свойство, которое называется bounce. Это сила упругости. Если наш мяч будет действительно металлический и не очень сильно будет отталкиваться от поверхности других объектов, можно поставить bounce поменьше. Если он будет на сами резиновый и будет, соответственно, прыгать очень мощно и сильно, то, соответственно, можно будет поставить там bounce побольше. Хотим сделать вообще какой-то нефизический эффект, чтобы при каждом отскоке мячик отскакивал еще выше. Можно будет поставить это свойство bounce совсем большим, типа 200%. Ну, в нашем случае, пускай там будет 60-70%, такой нормальный, не очень сильно надутый мяч, соответственно, параметры пока что мы с вами не берем. Как только добавили это свойство к нашему объекту, он стал уже физическим объектом. Он работает под действием физики, под действием гравитации. Если под экраном просмотр нашей сцены вы нажмете на кнопку play, проигрывание анимации, то сразу увидишь, что мяч у нас с вами прилетит вниз под действием гравитации и улетит в неедомые виртуальные края. То есть он уже ведет себя правильно с точки зрения физики, у него действует гравитация, все отлично будет у нас с вами непосредственно получаться. Но это объекты, на которых действует сила, на которых действуют другие объекты. А что, например, делать с объектом, который у нас с вами пол? Ну, типа падает мячик на пол, понятно, что саму полу в нашей комнате совершенно все равно, один мячик на него упал или 10, он никак на взаимодействие с нашим мячиком не будет реагировать. Поэтому наш plane, если от него должны все отталкиваться, а сам plane никак не будет на эти взаимодействия внешне реагировать, он будет оставаться на месте. Такие объекты обычно называют недвижимыми объектами и объектами столкновения. Второй объект, который мы с вами делаем, по нашему plane правой кнопкой мыши, обратно раздел Simulation Tag и специальная категория объектов, которые как раз занимаются всякими разными оскоками. Это у нас с вами объект, который зовется Collider Body, объекты столкновения. От него все отталкиваются, он сам ни на что не реагирует. Земля, пол, стены, то есть понятно, что можно будет найти объект, который там летнули в стену, а она сэросыпалась. В данном случае у нас с вами будет как раз в категории объектов, масса которой, несоизмеримо больше объектов, с которыми все сталкиваются, они недвижимы, никак не реагируют, только от них все отталкиваются. То есть мы с вами сделали всего лишь два шага. Помимо того, что нарисовали с вами объекты, шару нашему присвоили свойства Rigid Body, твердого объекта. Нашему plane присвоили свойства Collider Body, объект, который столкновение, с которым все сталкиваются, на самом деле на что реагируется, и все. Если теперь мы с вами нажимаем на нашу кнопку Play, все замечательно прыгает. Шар – это твердое тело, а plane – это что-нибудь типа объект столкновения. Тоже теги симуляции. Это вам обязательно будет слово столкновения. Скорее всего. Вы по иконке посмотрите. Там будет синий киша от белых кубиков раскакивать. Скорее всего, будет тоже третий сверкл. Вам проще переключиться на английский интерфейс. Мягкое тело. Это он. Вам проще переключиться на английский интерфейс. Ничего. Сфера у нас – это твердый объект. Первая команда в разделе SimLogit. У плейна – это объект взаимодействия. Третья команда в SimLogit. Ни кофейне у меня вообще. Я только поставил, нажимаю на кнопку play, у нас сами все скачет, все замечательно получается. Поднимите вверх ваш шарик. Ну, он должен падать на сами сверху. Ничего не ставим в какие-то ключевые точки. Это анимация динамическая, которая просчитывается автоматом. То есть ничего делать не нужно, а шеф просчитывает соответственно автоматически. Он отскакивает, ну слабо. Ну, если вы его управляете, он должен так вот. И подскочить. Вы промахнулись, сделали для вашего шарика 42-го мягкое теломану. Найдите у сферы вот эту вот иконочку, выделить и соперство убить. Так, и сферы, да, на счастливые. Просто А4, это просто язык понимается. Теги-симуляции, да, сжедрение следствия. Теги-симуляции и сам первый. Твердый тел, сжедрение следствия. Так, все. Так, твердый, скачет, и пройдет сжедрение следствия. Если вы хотите добавить больше упругости, соответственно, можно будет у нашей сферы выделить вот этот набор свойств динамических, иконку ReachesBody, твердое тело. В свойствах этого твердого тела можно будет найти раздел, который называется Collision. И там, соответственно, настройка Bounce, силу упругости. Поставить ее побольше, соответственно, шарик будет нас с вами прыгать сильнее. А эти самые отточки ничего не кажется? Никак. Вам они не нужны, если просить за счет физики. Вы ничего не делаете вообще. Нет, а так вообще не у вас, если делать, это перемещение. Руками? Вот она, иконка такая. И ко мне на экран, пожалуйста. Теперь можно будет наш шар взять и инструментом перемещения его просто по экрану покопировать. Если будете перетаскивать ваш шар с нажаткой кнопкой Ctrl на клавиатуре, то, соответственно, у вас будет получаться копия. Еще можно будет поставить там один шарик над другим шариком. И теперь, соответственно, все наши шарики будут падать вниз, между собой будут взаимодействовать, все отлично будет на самом деле. Что не так? Что не получается? Просто с Ctrl перетаскивайте их, у вас будут оставаться копии. Копии все у нас, естественно, будут последовать все свойства. Что? Ну, в смысле, на первом кадре. Возвращаясь на первый кадр, и, соответственно, на первом кадре ваш объект берете и их немножко по экрану копируете. И ничего никаким не будет даваться больше, да? Ну, копируем полностью всеми свойствами, все отлично получается. Парага с тобой будет. Если делать не на первом кадре, он начнет сразу что-то просчитывать уже. Обязательно несть в анимацию в нулевой кадр, в начало анимации, тогда все будет копируем, спокойно, все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Твердый тела – это самый простой вид объект динамических, то есть просто добавляй свойства. Мы начнем промахивать с мимо, прилетая с мимо. То есть как бы, да. Просчитывается все очень быстро и хорошо, в отличие от той же самой максовской динамической анимации. Все в синеме происходит абсолютно интерактивно, то есть если, например, мы сами хотим сделать эффект, чтобы наши шарики еще скатывались вниз, достаточно наша плоскость немножко наклонить по дублам, ну и тогда, когда у нас с вами заданная анимация будет просчитываться, если они будут сталкиваться, они только друг друга будут отталкиваться. То есть вы должны будете их так разместить, что... Ну в этом как бы и логика заключается, динамическая анимация. Просто по деле можно делать руками, а когда они начинают друг с другом сталкиваться, здесь уже будет сложно сделать все это руками, только динамику. Вторая наша категория объектов, которые считаются немножко более сложным образом, это то, что называется мягкие тела. Как видно по названию, эти объекты умеют на самом деле деформироваться при взаимодействии с другими объектами, то есть это уже у нас с вами объекты, имеющие какую-то внутреннюю структуру. Что и получилось? Ну, не разберемся. А, нет, может, параллельно находимся. Возьмите шай сейчас. Зелёгую стрелку вверх. Вверх. Ещё вверх. За синюю. 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 Можно выбрать. А, нет. Ещё? Синяю. Синяю. То есть уже объект имеет какую-то структуру внутреннюю, и производить другие объекты начинают деформироваться. Смотрите, пожалуйста. Сделаем давайте еще один объект к нашим трем шарикам. Пускай это будет обычный куб. Сделали его. Обязательно проверить, чтобы ваша анимация стояла в нулевом кадре. Сам куб немного приподнимем вверх. Чуть-чуть в сторону оттащим, чтобы другим объектом неизмодействовал. Ну и для большего интереса можно будет наш куб чуть-чуть повернуть боком, чтобы как-то вот так он на сами ребром падал вниз. Приподняли вверх, чуточку повернули. Нарисовать бокс, чуточку вверх приподнять и немножко вернуть. У вас сверху инструменты перемещения, вращения, масштабируемые, то есть инструменты вращения. И прямо можно будет серединку вхватить кубик и как-то покрутить его произвольно, чтобы он на ребро на сами как пришелся. Так как у нас с вами планируется, что будет меняться структура нашего объекта, он будет на сами деформироваться. Мы должны обязательно сделать наш объект редактируемым. Сделать то, что будет в других программах, называется конвертация объекта в редактируемый объект. Смотрите, пожалуйста. Все объекты меняют свою структуру. Это мягкие объекты, ну и чуть попозже мы с вами посмотрим ткань. Они должны деформироваться, у них будут, условно говоря, их вершинки, двигаться относительно взаимодействия с другими объектами. Поэтому для нашего куба, перед тем, как мы с вами сделаем динамическим, можно будет нажать вот на эту вот кнопку, находящуюся на боковой панели инструментов. Кнопка называется Make Editable. Сделать объект редактированным. Ну либо кнопка C на клавиатуре, она сделает ту же самую операцию. Боковая панель инструментов, и там два таких шарика на весу. Белый и с оранжевой стороны. Она сразу ставит блеклый, то есть вы операцию сделали, повторно сделать ее не нужно. И смотрите, пожалуйста, как только вы сделали ваш объект редактированным, снова наш куб, по нему правой кнопкой мыши, снова Simulation Tag. И те свойства, которые мы хотим добавить нашему кубу, они обзываются Soft Body, мягкое тело. А, собственно, и все. Если теперь мы с вами запустим нашу анимацию на проекте, клуб себя вот так будет вести. Sorry, это я промахнулся. Спасибо. 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 Единственное, что я забыл сделать с кубом. Деформируется, да. Единственное, что я забыл сделать с кубом, конечно, но это же мягкое тело по логике. Единственная проблема, которая с вами возникает с кубом, так как у нас с вами должна деформироваться геометрия нашего объекта, ему нужно будет обязательно добавить сегменты дополнительные. То есть чтобы, как и на шарике, он состоял из нескольких сегментов. Сегментов сейчас у нас с вами нет, такая деформация у нас не совсем корректная получается. Ну, уже не буду действия отменять, связанное с этим кубиком. Попробуем все то же самое повторить для того же самого шара, у которого изначально сегмент у нас с вами есть. Создать мягкое тело. Создать мягкое тело. То есть можно нарисовать любой объект, который вам понравится. Да, но когда он подойдет, он просто прибавится. Из-за того, что у объекта, вот этого, который мы с вами добавили, забыл сказать, что нужно будет добавить сегменты на объект дополнительный. Разбить его лишними ребрами. Если у нас с вами будет сделан шар, также делаем его make editable, нажимаем на C. И также правой кнопкой мыши, simulation tag, soft body. Что-то такое будет получаться. У кубика, когда вы его создаете, вот если у нас с вами будет сделан непосредственно куб. В свойствах нашего куба нужно будет заранее сделать сегменты побольше, чтобы ему было, условно говоря, чем деформироваться. Как только сегменты сделаете, должное количество, снова make editable. И если уже сделать заново наш soft body, все будет получаться правильно и хорошо. Сталкиваются, ну уже, да, наши компьютеры начинают чуть-чуть потормаживать. Но очень хорошо видно, как физику из себя будет вести. То есть объект должен иметь какую-то структуру определенную, иначе деформация у нас с вами будет получаться не очень казистая. У шарика уже сегменты сразу есть. Если добавить на шумбоксу такие же сегменты, все отлично будет на сами выходить. Можно будет бокс так же, как планировали, как-то на ребро положить, чтобы он уже у нас чуть-чуть поинтереснее ломался. Ну и так же у нашего мягкого объекта есть достаточно большое количество разных свойств. Те же самые упругости, всякие разные трения, разнообразные настройки, которые обеспечивают жесткость нашего объекта. Он может сделать объект более жесткий, типа такой мячик, резина на полный воздух, или более мягкий объект, а-ля такой полутканевый объект. То есть это тоже можно будет так или иначе настраивать. Деформируются объекты. Ну и еще одна категория объектов, которые есть на самом спряжении Cinema, это тканевые объекты. Давайте сделаем мы с вами еще один объект, Plane, еще одну плоскость. Чуть-чуть повыше ее приподнимем, но я ее как-то вот так размещу над моим шариком. Может быть сделаю чуть-чуть эту плоскость побольше. Ткань в плане создали, а сам мутерный объект, потому что не только ткань нужно будет сделать, но еще нужно будет определить объекты, с которыми ткань будет на самом этапе иначе взаимодействовать. Ткань также будет у нас деформироваться под действием других объектов при падении на другие объекты. Поэтому, как и в случае с мягким телом, ткань нужно будет сделать редактированную. Майк editable. Извините, а что у вас там за кружочки такие? Какие кружочки имеется в виду? Вот там? Вот это просто материал белый. Чтобы было лучше видно на экране, я просто покажу белый материал. Ну, в принципе, он может оставить все в подъезде. Конечно, он будет. И смотрите, пожалуйста, первый шаг. Сам наш play, правая кнопка мыши, simulation tag. И там же у нас с вами готовы набор свойств, который так называется close, просто close. В русской различной версии это будет ткань, это будет сам последний пункт в наших тегах симуляции. Но если мы с вами сделаем нашу ткань тканью и ничего больше делать не будем, при падении у нас такой эффект будет получаться, ткань летит, немножко деформируется, и на другие объекты просто внимания не обращают никакое. Чтобы ткань понимала, с какими объектами она сталкивается, с какими не сталкивается, вы должны будете на все ваши объекты, с которыми вы планируете заставить вашу ткань взаимодействовать, повесить специальное устройство, которое называется столкновение с тканью, close collider. Смотрите, мой куб, с ним будет кайсталкиваться, правой кнопкой мыши, simulation tag, и close collider, столковитель с тканью. И все остальные объекты можно будет также с этим нашим свойством отметить. Ну, чтобы было все попроще немножко, вместо того, чтобы каждый расчелкать правой кнопкой мыши, и убирать simulation tag, и убирать, соответственно, вот этот вот наш close collider, можно будет вот эту нашу добавленную иконку, типа рубашка с издательным знаком, у нашего куба схватить, и с кнопкой контур нажатой просто скопировать на шарик, на второй шарик, на первый шарик, на еще один шарик, и на нашу плоскость. Если мы с вами хотим, чтобы у нас все объекты с тканью сталкивались, вот эта вот наша иконка, close collider, она должна находиться в свойствах любого нашего объекта, с кем тканью будет взаимодействовать. То есть, это статистический объект. С какого момента? Вот у вас появилась иконка рубашки, соответственно, вы ее хватаете с кнопкой контур нажатой, левая рука контур, правая рука мыши, и просто вот так вот прямо на имя объекта перетаскиваете. У вас появится горизонтальная стрелка. У вас вся объекта, соответственно, скопируете. Так, а это самое верхнее, что я с ним сделал? Сама наша плоскость. Это таги симуляции, это close ткань. Да, обязательно. Сделать, соответственно, ее ткань. Самая последняя команда будет. Она так и будет называться? Нет, одежда, скорее всего. Close. А у всех других объектов нужно будет сделать, то, что называется, close ballot. Пояс одежды. То есть, на кубе сделать, да? И потом просто скопирует на все остальные объекты. Так, тоже такая симуляция. Будет слово пояс обязательно. Пояс. И в итоге что-то такое будет у нас с вами получаться? Пояс через control будет. Делаем на сферу, да? Следующая степень. Следующая степень. Пенатная степень. Ага. А плоскость верхняя плоская, да? Верхняя плоская это просто ткань. Как раз это заключается в главной плюшке на межской анимации. Вам нужно будет просто поставить ваши объекты в исходное состояние. Возможно, добавить ваши объекты в какие-нибудь там стартовые скорости. И уже у вас, в результате всего, будет получаться достаточно симпатичный эффект. Анимация, когда объекты сами падают, сами сталкиваются, сами, соответственно, взлетаются. Все за вас будет просчитывать сам непосредственно сик. Почему-то она перестала двигаться. У плоскости должна быть только одна иконка, которая просто close. О-о-о-о, так. Плоскость тоже, да, но она, ну, сама по себе, и у меня что-то не видится. Что? Не знаю, какая-то странная старая. Нажмите на кнопку, ой, в своей шокусе, пожалуйста, скажи. А с другой стороны, пожалуйста, видите, сбоку у вас включенная иконка с боксом с оранжевым боксом. С левой, левой, налево, налево, направо, налево, чуть пониже. А нужно с оранжевым, который просто... Кто платная? Программа. Платная, но у них есть специальная программа для образования. То есть там можно получить условие с платной программой. Она на какой день? По-моему, год у них. Не очень интересен, но такая программа, как у Тадеск, так и, соответственно, Максан она присутствует. Ну, отлично. Давайте чуть-чуть посмотрим с вами примеры по делам. Просто сейчас смотрите, за мной не повторяйте. Потом, если хотите, на нашем сайте будет это видео записано лежать. Да, вы спокойно посмотрите, и уже можно будет что-то такое повторять интересное. Итак, все объекты, которые у нас с вами были в предыдущем примере, они стояли на месте, никак не двигались. Соответственно, они падали из состояния покоя. А это, на самом деле, с тобой хорошо. Смотрите, пожалуйста. Я сделаю в качестве старта объекта обычный plane, это будет наш пол. И сделаю обычный бокс. Это будет у нас что-то наподобие игральной кости. Сделаю его поуже, сделаю его чуть-чуть повыше. Ну, и как-то вот так его поставлю. Этот бокс будет у нас динамическим твердым объектом, simulation-tag-agit-body. Наш плейнг будет по-прежнему объектом столкновения. Simulation-tag-collider-body. Ну, и сейчас ничего выдающее не будет получаться. Наш бокс просто прыгнет немножко так на пол, немножко шевелится, но это все будет на самом деле прекращаться. Но я этот бокс немножко раскопирую. С control копирую, 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 копирую. Вот этот бокс я немножко поверну чуть-чуть. Это будет такая вот у нас с вами поворотная игральная кость. Может быть, чуть-чуть ее сюда поставлю. Ну, и дальше продолжаю копировать. Еще чуть-чуть доверну. И так же, соответственно, дальше все это немножко раскопирую. У меня появляется достаточно много динамических объектов. Хочу сделать такой классический эффект домино, когда косточки у нас сами друг за другом начинают замечательно падать. Но сейчас они сами упасть не могут в том плане, что они падают вниз на пол. Но на этом все уникальное взаимодействие и заканчивается. Поэтому, если у наших динамических объектов была какая-то предыстория, то есть начиная с нашей сцены, что-то до этого начала с ним произошло. Если мы забираемся в свойства любого динамического объекта, вот наши динамические параметры, то в разделе динамических свойств можно будет нас с вами увидеть, замечать, что галка называется Custom Initial Velocity. По-русски, произвольная начальная скорость. Я могу задать своему объекту некую стартовую скорость, с которой он начнет жить на нашей сцене. Но в нашем случае нам нужно будет не толкнуть его, а скорее наклонить. У нас есть Angular Velocity, угловая скорость. Ну и скорее всего это будет у нас с вами ось Y, и пускай будет начальная скорость 100 градусов. Это типа стартовый импульс, который... Ага, сори, в другую сторону, минус 100. Этот импульс стартовый, нашу поезд толкнет, и она уже вслед за собой. Все остальные объекты начнет толкать. Чуть-чуть не влез по анимации. То есть у них есть это свойство? Давай, пока. У них есть это свойство, почему? То есть начальная скорость. Типа кто-то до начала сцены взял рукой и толкнул. Называется... Нет, это только у одного объекта сделали. То есть стартовый объект толкнули, остальные все посчитали, как они соответственно нет. То есть сами представляете, сколько делать по времени такой анимации, с ума можно будет сойти. А здесь расставили объекты в нужное положение, толкнули первый объект, нас с вами получали идеально прикольные анимации, и соответственно все замечательно смотрится. Чуть более сложный вариант. Смотрите, пожалуйста. Есть такое вот у меня замечательное здание. То есть классические эффекты, уже почти что пиношные, когда ты на смотришь, что-то такое замечательно разрушается, деформируется, прочее, прочее. В этом плане тоже у Синема все очень хорошо. Есть распоряжение Синема, крайне удобная команда, которая называется Вороной Фракча. На самом деле похожая штука есть в других программах, сделанных в виде скриптов, но в Синема она уже как устроена. Она умеет наши объекты разрушать. Если я свое здание в этот самый Вороной Фракча запихну, у меня автоматом это здание разделится на отдельный кусочек. Сразу. Естественно, можно будет в случае необходимости нам с вами регулировать, на сколько фрагментов все это будет разделяться. То есть чуть-чуть, конечно, здесь не видно, но здесь есть параметр, называя scoreboard amount. Можно будет определить, на сколько фрагментов все это будет на самом деле летаться. Хоть 100. Но 100 мы ставить не будем, потому что гарантированно компьютер на самом деле упадет, поэтому оставим 20 штук. Все отлично будет на самом деле получаться. И все. Сам простой эффект, который можно будет делать. Сами эти кусочки под действием гравитации начинают опадать вниз. Я могу на свой расковыванный объект также повесить simulation tag rigid body. Это твердые на сами тела. То есть кирпичи и камни, они деформируются, твердые тела. Единственное, что нужно будет на сами сделать, нужно будет в обязательном порядке объяснить, что действует этот самый наш да, наши рижбали, наши физические свойства не только на вороное, но и, соответственно, все наши подчиненные кусочки. А и все. Оп, сори. Не все. Забыл нашу землю. Сделать объектом столкновения, чтобы уже у нас с вами ничего не рассыпалось, не разрушалось. Ну и, соответственно, уже... Сейчас, секунду. У нас, сори, промахнулся. Simulation tag. Collider. Все отлично завершается. А, ну, правда, по умолчанию наш вороной раскалывает на сами фрагменты так вот пустотело. На самом деле там есть настройка у нас с вами, которая позволит сделать все это более правильно. Сейчас, 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 сейчас. Скажите, пожалуйста, а вот он разрушается при столкновении с землей. А как сделать так, чтобы он на земле стоял и все это заставило по себе? Легко. Когда вы смотрите на вашу динамику, там есть на самом деле такая вот настройка, называющаяся триггер. На что он срабатывает? Вариант, который называется имидитли, сразу, анимация начинается, сразу начинает двигаться. А можно будет поставить вариант, который называется он коллижен на столкновение. Я могу дополнительно сделать какой-нибудь симпатичный мяч. только чуть большего радиуса, чтобы он был сопоставим с размером нашего здания. Как-то вот так, например, на один из уголков этот мячик направить. И снова чуть-чуть его побольше я сделаю. Сделать этот мячик объектом столкновения, чтобы он столкнулся с другими объектами, наш коллайдер в боди, и сделать для него простенькую анимацию, типа он у нас с вами летит медленно. В нулевом кадре стоит здесь, где-нибудь там в кадре 70, он куда-то вот сюда вот улетел. И теперь, когда наш мячик будет лететь, он сталкивается с другими домечническими объектами, и все замечательно разлетается. То есть можно все это будет настроить на столкновение с другими объектами. А что если, допустим, не мог появиться пуляли или бомба? То же самое будет. То есть нужно будет только сделать раз детализацию, то есть, соответственно, пуля там будет мелкий осколок раскалываться, там бомба, большие осколки. Все будет только определяться количеством осколков. А так логика будет получаться точно такая же. А что если сверху не упасть? Да все то же самое будет. Только он падет сверху. То есть расколы будут получаться на самом сверху. Все то же самое. То есть вы можете на самом деле сделать то же самое шар, поднять его вверх, сделать его побольше и просто сделать и просто сделать его simulation tag он сам по действиям гравитации падает вниз и начинает все это обрушать. А что если я хочу, чтобы одна сторона разваливалась? Вы сможете выделить только нужную сторону, только ее расколоть. А сторона будет оставить без изменения, вторая будет расколоваться с помощью этого самого ранова. А можно сделать так, чтобы ну какие-то части, ну то есть не вся башенька, вот прям вот так расколовалась, а вот какая-то маленькая часть. Вы всегда сможете выделить только половину вашей башни и применить этот эффект вороной только в половине. То есть не обязательно все применять к одному объекту. Можно будет применить к какой-то части этого объекта. Сам дом, например, у вас будет составной. Стена, 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 стена. Вы можете применить этот эффект только к одной стене. Одна стена разлетается, а остальные стоят на месте, потому что у меня ничего не происходит. Не обязательно все разрушать. Можно только какую-то часть разрушить. Все это нормально. Он находится в менюшке, называющей «Смоград» и называется «Вороной фракча». Слово «Вороной» будет 100%. Как они «фракча» привели, я не скажу. Совет добрый. Поменяйте на английский язык. Даже если английский язык не знаете, есть шанс все равно там чуть-чуть помучиться, по крайней мере, получиться нормальная работающая версия. И самое что обидное, все хорошие уроки по серии МЧД в интернете, они сделаны все равно на английском интерфейсе. Поэтому в этом плане все будет попрочно с вами получаться. У вас на рабочем столе в папке выдавателя есть папка, называющаяся «C4D». И там будет фрак. То есть эта папочка, она, соответственно, будет доступна. Когда будете смотреть видео у нас на «Специалисты», там у вас будет к этому видео ссылка на диск приложен, то есть эти файлы можно будет, собственно, скачать. Но если не найдете, в случае чего-нибудь просто напишите пустое, я вам ссылку на все эти рабочие файлы вышла. Итак, рабочий стол папка выдавателя «C4D». Папка «C4D» – это будет пятый файл. Выделил инструменты. Мограф. Менюшка называется «Мограф». Слово «Мограф» будет точно. Нет. Дальше. А, «Мограф», ага. И это называется «Вороной». 100% тоже будет назван. Случайник «Вороной». Скорее всего. Итак, все то же самое можно будет сделать и с нашими мягкими телами. Есть у меня такая несложная лестница, есть у меня замечательный. Шарик такой симпатичный. Я, соответственно, хочу заставить этот шарик прыгать по ним ступенькам. А если делаются, делаются? Делаются. Только вам нужно будет ваше здание. Называется объект там хи что-то там 13. Затащить внутрь «Вороного». Сейчас покажу. Симуляшн так. Мой софт-бади. Ну и, соответственно, только нужно будет на с вами все остальные объекты, которые на с вами присутствуют в наших ступеньках, сделать объектами столкновения. Иначе они не будут реагировать на наш менчик. Это все будет у нас коллайдер-бади. И также можно будет все остальные ступеньки благополучно от коллайдер-бади проскопировать. Но уже в итоге, когда мы все запускаем, мячик прыгает, деформирует, все отлично получается. Но я хочу, чтобы он по ступенькам у нас катился. Поэтому, как и в нашей реальной жизни, не обойтись динамики Cinema 4D без так называемых сил. Внешние силы. Например, что-то наподобие обычного ветра. Я хочу, чтобы на мячик дул ветер, и, соответственно, под действием ветра он на с вами ступеньках катился. Есть наше испоряжение. Достаточно большое количество разнообразных сил, которые имеют воздействие на наш геометрический объект. И, в частности, есть очевидный wind, ветер. Сам ветер добавляется. Вот такая у него симпатичная иконка будет наблюдаться. По вашему счету, где сам ветер стоит, абсолютно все равно. Самое главное, что должен находиться с вами на сцене. Ну и, конечно, очень важно, как вы видите у ветра, есть стрелка, показываешь, куда этот ветер дует. Куда мы его направим, туда он, соответственно, будет дуть. Я хочу, чтобы он все-таки меня дул в нужную сторону. Поэтому я его благополучно поворачиваю на 180 градусов. Оп-оп-оп. Сейчас, секундочку. Мышка подсказывает. Ветер готов. У нашего ветра, как у объекта, есть сила ветра, сила турбулентности ветра. Ну, сейчас мы с вами все это настроим. Теперь, когда у нас с вами есть сила внешняя, умеющая воздействовать на наш объект, если я снова заберусь в свойства нашего мягкого объекта, то в свойствах нашего мягкого объекта есть специальный раздел, который так и будет называться force, сила. Сюда можно будет загрузить все силы, которые хотите, чтобы воздействовать на наш объект. И все, что требуется, схватить наш ветер и просто в этот раздел force, лист, список сил, перетащить. Теперь наш мягкий объект будет с силой замечательного действия. Ну и, соответственно, если теперь запускаю все это на поигрывание, ага, сделаем-ка мы сейчас силу нашего ветра помогучее. Можно будет добавить некую турбулентцию, чтобы ветер у нас с вами был с переменной силой. Нет, не должно такого быть. Да не, уже с силой ветра-то вообще просто сантиметров. Все равно много. Да не, сейчас. Ну-ка, мягкий объект. Сила все есть, ветер все замечательно. А, сори, да, простите, пожалуйста, все же туплю к концу рабочего дня. Просто по умолчанию сила работает не на применение, а на исключение объекта из силы. Здесь тоже будет обязательно сказать, что этот объект у нас не exclude, не исключает, а наоборот include, включая эту силу работу. Ну и, соответственно, тогда у нас сила уже будет работать. Ага, да, это уже явно перебор. Обратно делаем слабенькую силу. Ну и тогда уже по действиям нашего ветерка покатилось, все отлично будет получаться. Ветер, да, он стучно действует постоянно. То есть он, соответственно, постоянно дующий ветер. Ну, соответственно, если там добавить турбуленцию, автоматически там будет сил ветер слабее и сильнее. То есть такие вещи все будет делать. Вот так, иначе у нас будет нормально работать. То есть если вдруг хотим добавить какой-то реалистичности, в наше распоряжение есть силы, добавляя которую на сцену, мы сами уже получаем достаточно забавные и интересные штуки. Примерно такие же вещи сложные можно делать и с нашей тканью. Там же. Вот папочка, которую вы только что открыли с созданием. File.open. Файл открытие. Нет, я имею в виду папа, где-то рабочий стол, папа-предавателя, C4D. Четвертый. Лестница первой. Один стейдж называется File. Итак, совсем простая сцена. Есть у нас флаг в виде обычного плейна. Есть у нас цилиндр, тип у нас флагшток. Соответственно, ткань будет деформироваться и обязательно нужно будет сделать редактируемую тканью. На наш уже конвертированный объект вешаем наш Close, Simulation Tag и, соответственно, Close. Ну и если сейчас анимацию запустить, все должно получиться, как обычно, соответственно, ткань наша падает вниз и все у нас с вами отлично выходит. По факту, если мы заберем все свойства нашей ткани... Сейчас, секунду. Что-то потерял я. Да. Если мы с вами заберем все свойства нашей ткани, можно будет найти уже встроенную в ткань категорию свойств, которая называется Forces. То есть я могу сразу задействовать ветер своей ткани. Хочу дуть по горизонтали по оси X. Говорю, что Direction X. Никаких там Z на сайме не будет. Ну и плюс можно будет сделать непосредственно силу нашего ветра побольше, чтобы он посильнее на сайме все сдувал. Интенсивность сцена, да? Называется Wind Strange. Сила или интенсивность, скорее всего. Да, интенсивность. Ну, так как наша ткань ни к чему не закреплена, сейчас скорее всего... Так, ага, сейчас посильнее. А, сори, силу ветра не поставил. На глаз так сложно будет определить. То есть зависит от объекта. Соответственно, да, на счет 20 это явно погорячился. Двоечка. Что-то такое будет на сайме получаться. То есть наш объект будет просто сдувать под действием ветра. Турбулент может делать небольшой, чтобы сила у нас с вами была переменная. Поэтому есть у нас возможность определенные точки ткани закрепить в нужном месте пространства, сделать что-то наподобие подвеса, чтобы, соответственно, наш объект тканевый не отрывался в какие-то другие части. Сейчас, секундочку. Да. Есть замечательные кнопки, которые позволяют fix point, зафиксировать точки ткани в стартовом положении. Если у моего тканевого объекта я в режиме работы с вершинами скажу, например, что вот эти две вершинки будут у меня непосредственно фиксироваться, вот эти две вершинки будут фиксироваться, вот эти две вершинки будут фиксироваться. То есть там через какое-то расстояние попарно несколько вершин выделяю. Может, в любом месте я отвершин выделю на ваше усмотрение. То если я заберу снова свойство моей ткани, я могу сказать, вот эти вот мои точки, они fix, фиксируют свое положение. И как только они у меня зафиксировались, если я теперь запускаю на параллельную свою анимацию, ситуация поменяется, они будут на этих точках держаться. Но если еще сделать силу гравитации чуточку поменьше, чтобы не так уж сильно вниз у нас с вами все это бросало, то можно будет получить в итоге достаточно симпатичную анимацию нашего флага, который под действием ветра будет на сами развиваться. Можно еще будет наш флаг и чуть-чуть сгладить, чтобы в итоге у нас с вами более частая сетка получалась. И в итоге все миленько и хорошо. То есть поставили объект, наделили его свойством ткани, выделили ту же точку, которую мы с вами фиксируем, и, соответственно, в итоге получается симпатичное поведение ткани, все отлично уходит. И там вот нажать внизу свойства через шифт. Свойство ткани нужно будет нажать на кнопочку в разделе дресса, одеватель, кнопку фикс-поинт. И все отлично будет у нас с вами непосредственно получаться. Значит, не привязалось. Сейчас посмотрим. Естественно, с тканью можно делать и более сложные вещи. Ко мне на кнопку смотри, сейчас точно ничего не повторяйте, потому что тяжеловато будет немножко, если я не хорошо знакома с программой. Может быть, не нажали на кнопку на правильный фикс-поинт. Сейчас подправим сами все это. Ко мне на канал, посмотрите, пожалуйста. В свойствах Cinema есть замечательный редактор, который называется Content Browser. В Cinema, помимо того, что сама программа устанавливается, она с собой тащит еще некоторые дополнительные компоненты, как-то дополнительные материалы, текстуры, и для нас с вами самые главные объекты. В этом Content Browser можно будет залезть в готовые наборы каких-то шаблонов, объектов, материалов и прочее. Можно будет залезть в наш раздел Sculpting типа скульптура и всякие там прочие персонажные темы. Можно будет забраться в Base Mesh с базовой формой. Ну и, например, взять того же самого нашего человечка. Вот такой он нарядный будет у нас получаться. Да, хоть он нарядный, но уже Cinema чуть-чуть потомаживает. Хотя на самом деле понятно почему, потому что, ну, собственно, там потормаживать-то и нечего. Кто где? Это, скорее всего, будет пункт, который третий с концов. Шаблоны. Вот там такая бутылочка нарисована. Шаблоны, скульптура, скульптинг. Что-то такое будет похожее. И там будет Base Mesh с базовой геометрией. Если вы придумаете, как диозавра одеть, легко. Вы сейчас за мной не повторяете. У меня будут такие достаточно сложные действия, которые тяжелатые будут, если вы не работаете. Хочу своего голого человечка одеть. Смотрите, пожалуйста. Я честно сделал для него что-то подобное такой распашонки. Есть наше распоряжение, специальный инструмент, умеющий рисовать наш полигон вручную. И я свой человечек просто общелкиваю. С небольшим запасом. Здесь, здесь, подмышка. Смотри, сейчас, секунду. Какая-то такая распашонка будет у нас с вами получаться. Ай-яй-яй-яй, мышь. Сейчас, секунду. Какой-то такой вот объект у нас с вами будет получаться. Это будет у нас с вами передняя часть нашей распашонки. Ну и чтобы, соответственно, она у нас уже чуть-чуть понаряднее была в плане того, чтобы деформировалась красиво, я еще ее чуть-чуть разрежу на отдельной части. Типа, рукав отрежу с одной стороны, рукав отрежу с другой стороны, нижнюю часть отрежу, серединку отрежу. То есть, чтобы у нас с вами распашонка-то гнулась, добавляем искусственным образом несколько лишних сегментов, чтобы у нас с вами уже все красиво и хорошо получалось. И это передняя часть нашей распашонки. Соответственно, с шифтом оттаскиваю... Ой-ой, сори. Каким шифтом? С контуром оттаскиваю назад. Это будет на с вами задняя часть распашонки. Они вот так с запасом на каком-то расстоянии от нашего человечка находятся. Оба этих объекта у нас вместе объединяются. Connect object. Получается у нас с вами единый объект. Ну и чтобы у нас уже были не только передние и задние части нашей рубашки, но и, соответственно, боковые части. Мы с вами специальной командой, которая называется Bridge, соединяем все это в такой прямоугольный доспех. типа плечо, 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 подмышка, подмышка, бока, бока. В тех местах, где у нас с вами дырки, естественно, эти дырки мы с вами оставляем. Опс, дырку закрываем. В тех местах, где у нас с вами нет дырок, мы все с вами замечательно закрываем. Вот здесь что-то я схалтурил, да? Схалтурил. Ну и что-то такое вот на с вами будет выходить. Страшное и прямоугольное. Ну и смотрите, пожалуйста, дальше мы с вами все делаем по нашему алгоритму. С нашим человеком ткань должна столкнуться. наш mailbase simulation так close collider. Наша распашонка это ткань. И смотрите, пожалуйста, у ткани есть специальный вклад, называющийся dresser, типа одеватель одежды. И есть специальный режим, который так называют dress mode, режим одевания, который позволяет нам с вами автоматом подогнать форму этого нашего объекта под нашего человека. Только ему нужно будет объяснить дополнительно, где у него лицевая обратная сторона, а где стяжки, веревочки, которые должны все это сами стягивать. Вот эти вот стяжки, они называются sim polis, полигон для стяжек. Придется руками вот эти вот наши полигоны, которые будут являться нашими стяжками, спокойно повыделять. Все боковые полигоны повыделяем и говорим, что они у нас будут стяжками. А все. Оставим только сказать. Одень на рубашку нашего человечка. И все. Если еще мы ее немножко сладим, она с тем будет получаться гладенько, ровненько, аккуратненько. поддержка готова. Если вдруг у нашего человека будет какая-то несложная анимация, ну, например, пускай он там будет просто у нас колебаться, качаться влево-вправо. изначально будет, пускай изначально будет у нас прямой, через некоторое время наклониться в одну сторону, через некоторое время наклониться в другую сторону, через некоторое время стол станет прямым. Что-то такое будет у нас Моя ошибка, sorry, я не отключил у нашей ткани наш режим одежки. Сейчас снова оденемся и кнопку отключим. Да, все хорошо. И, собственно, после этого уже можно будет посмотреть, как наша анимация у нас с вами будет работать. Но если рубашечку немножко все-таки я ее сглажу, ну, как положено, сиру вогий, входит в одной рубашке, дырки появляются. Чуть-чуть нужно будет просто добавить толщину нашей ткани, то есть это тоже можно будет сделать. Но самое главное, что ткань наша уже реагирует на движение объекта и себя достаточно правильно ведет. То есть вполне реально одеть там стоящую одежду, там всякие развивающиеся плащи и прочее-прочее. Все у нас с вами с нашей физикой будет отлично, они замечаются взаимодействия. То есть в плане ткани в синему 4D совершенно все отлично, никаких параллель не возникает. И даже самые сложные объекты можно у нас с вами создавать. Так как вы видите, динамик у нас с вами в синему достаточно прикольная штука. По большому счету от вас все, что требуется, создать исходные объекты, настроить стартовые свойства, типа стартовое положение, стартовой скорости и похожие вещи. Остальное все у нас рассчитывает непосредственно сам в синему. Нам лишь оставить, чтобы получить результат, темным образом, например, тот же самый авторэффект запихнуть, соответственно, чтобы получаться замечательный эмоциональный фильм с красивыми трехмерными объектами в синему. И как раз все эти вещи вам будут показывать в течение нашего курса по синему. То есть вся эта динамика, начиная от простых вещей динамически, заканчивая тем же самыми сложными тканевыми эффектами, эффектами частиц, как раз все это будет на рамках нашего курса показывать. Ну, отлично. Если вдруг какие-то вопросы остались, сейчас можно будет мне вопросы помочь, попытать. Если что-то вдруг свое, собственно, хотите узнать, как и что будет происходить в плане динамики в синема. Если вдруг дальнейшие вопросы будут возникать, смело пишите мне эти вопросы на почту. На специалист заходите, прямо в поиски вбиваете семинар, и там выдаст кучу наших семинаров. Среди них обязательно увидите вот это видео по синему череде. То есть не получится, нет, к сожалению. Насчет личных кабинетов не скажу. Не знаю, помещают ли их правными. Семинары там обязательно будет, соответственно, все можно будет найти. Итак, вопросы какие-нибудь? Остаемся спрашиваем, мучаем, с удовольствием помогу. Вопросов нету. Всегда можно будет мне отписать вопросы на почту. Обращайтесь. И обязательно приходите научиться. Много еще интересного найти. Ваша почта? Ну, конечно, моя. Зачем вам будут давать чужую почту?